так господа теслостроители высоковольтники представляю вам генератор свободной энергии или как его еще называют генератор компонации значит расскажу вкратце жесткий прибор это задающий генератор который преобразовывает потенциал низкого постоянного напряжения потенциал высокого переменного напряжения высокой частоты значит преобразование происходит посредством трансформатора первичная вторичная обмотка в которой рисуется высокое напряжение высокой частоты основным элементом схемы является резонансный трансформатор который выполнен на каркасе из картона значит цилиндрической формы он состоит из первичной обмотки она намотана на данном случае белым проводом на первичную обмотку мы подаем потенциал высокого напряжения преобразователя вот видим идет провод и заходит у нас на первичную обмотку она образует у нас последовательный колебательный контур далее значит резонансный трансформатор состоит из вторичной обмотки она намотана в данном случае с синим толстым проводом и представляет собой параллельный колебательный контур видим емкость включенной параллельно вторичной обмотки и третичная обмотка она намотана значит вот этим желтым проводом с нее мы снимаем полезную мощность обязательным условием является то чтобы концы третичной обмотки проходили внутри всех обмоток то есть если посмотреть видим вот провод желтый у нас уходит внутрь и соответственно выходит с этой стороны в этом трансформаторе резонансом реализуется принцип генерации резонанса токов и напряжений под мой пазик за счет этого достигается кпд выше 100 процентов то есть это не бестопливный генератор он питается от элемента 9 вольт вот элемент типа крона 9 вольт вот но за счет генерации резонанса в резонансом трансформаторе токов и напряжений в одной фазе мы имеем кпд выше 100 процентов то есть он не может работать без какого-либо источника питания но тем не менее дает кпд выше 100 процентов сейчас покажу как все это работает значит здесь в качестве нагрузки есть три лампочки это лампочка энергосберегающая 15 ватт лампочка накаливания 40 ватт и лампочка накаливания на 95 ватт и лампа дневного света сгоревшая а значит на холостом ходу работа генератора включаем смотрим слышим характерный звук генерации признак того что генератор работает значит лампа энергосберегающая касается одним ее концом мы до высокомольтной обмотки видим что есть высокий потенциал то есть два посреди у нас на генераторе будет высокое напряжение и Теперь посмотрим, как ведет себя генератор под нагрузкой. Продолжение следует... Сначала лампочку. Свернем в патрон и смотрим. Включаем. Видим, что лампочка зажглась. Пошел процесс генерации. То есть генератор вышел на резонанс тока в напряжении в одной фазе. И мы имеем КПД выше 100%. То есть снимаем КПД выше 100%. То есть батарейки типа крона 250 мАч 9 В. Большое. Поперет. Генератор. Все. Генератор. Мы питаем лампочку 220 вольт и 15 ватт. Давайте посмотрим далее. Мощность генератора порядка 100-110 ватт, то есть мощность обуславливается размером феромагнитного сердечника, резонансного трансформатора. Кстати, феромагнитный сердечник, вот он у нас, вот он идет с одной стороны, проходит внутри и выходит с другой стороны. Вот он вышел с другой стороны. Значит, сейчас я вкрутил... Лампочку 40 ватт, лампа накаливания в качестве нагрузки. Давайте посмотрим, как генератор ведет себя с нагрузкой в 40 ватт. Включаю. Видим, прошел процесс генерации. То есть лампочка загорелась. Опять же элемент питания у нас 9 вольт, 250 мАч. В нагрузке работает лампочка 40 ватт, 220 вольт. Частота генерации порядка 6,5-7 кГц у данного генератора. В каждом случае, то есть она может быть и индивидуальна, без чистотвисимости. Им как будет вестись свободно где-то вообще. Ну и смотрим опять же, как он зарабатывает. Лампочка светит в полный накал. Это может быть не в полный, фотоаппарат немного засвечивает. Но 80% от накала она дает работу. Сейчас придется не собственно. Прямо лазовый принцип резонанса. Никола Тесла. Все по очереди. Схема заработала. Видим, как чисток был 12 кГц. Вот так вот. دcast. Схема заработала. Парк. Схема. Схема. Таааа. Схема. на пустыне лампы шкафы на пустыне лампы Работа резонанса на податной частоте порядка 10,0 кГц. Теперь посмотрим потребление тока от элемента питания. Отключаем. Взбыхая тока от элемента питания. Выключаем. Отключаем. Отключаем ток от элемента питания. Продолжение следует... В первом направлении этого тока от элемента питания 9 вольт. К сожалению, померить напряжение нечем. Второго прибора нет. Значит, вот оно подкрепление. 10 мА. Даже не потребляет одного ваза. Теперь давайте померю напряжение непосредственно на выходе генератора. Выход. Собственно, положу в контакты вольтметра. На оголенные выводы. Смотрим, значит, сколько вольт. 225 вольт. Мы имеем на выходе устройство. Внутрь вольт. Внутрь и вольта. Подбор лежит в другом месте. В другой комнате. Несколько проблем. Это не ностальг. Внутрь. Вот так.